МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас еще более интересная, но умная вещь может быть в умной вещи. То есть, и, к сожалению, это не моя идея, но я как-то вот, исходя из своей концепции, это увидел. Есть такая система в Robot Operation System, которая, а, чуть-чуть я так, кстати, перебил, то есть умная вещь может быть, она может только передавать данные. Например, ну, тестер сопротивления, или там конденсатор. Ставили конденсатор, нажали на кнопочку, опу, нам сопротивление 10 кВт, конденсатор там 10 мкФ, там и все с темпом. А можно передавать еще туда и обратно. Например, мобильное устройство. Все мы знаем проблему с въездом, выездом в ваши, так сказать, дома, где припарковать машины, еще повесили видеокамеру, посмотрели, есть место, за это рисовали. То есть, тут уже есть обратная связь, вы даете информацию устройству, повернуться, посмотреть. Оно дает вам видеоизображение, есть место или нет. Вот на этом, как бы, вот это, как бы, умная вещь чуть-чуть рамком повыше. А еще самое высокое, это много умных вещей. И это реализовано, в принципе, в такой системе, как РОС, робот оперейшн-систер. Распределенная среда с разными мощностями по компьютерам. Но там обязательные условия. Есть один мастер, все остальные должны быть, вспомогать, как и еще. Значит, представим себе, ну вот сейчас многие, даже были студенты, занимались вот этой перчаткой, знаете, да? Ну, все занимались, нет? То есть, руку крутишь, и она там тоже крутится. Значит, много вариантов они пробовали, и они не пойдет, не пойдет, не пойдет. Почему? Потому что это график. Значит, тут должен быть, вот на каждом суставе, должна стоять умная вещь, которая должна управлять, ну, грубо говоря, или показывать, как ориентирован этот сустав. И в конечном итоге, это должно идти в локоть, без локоть, то есть движение уже будет. Вот это вот мы описали, дальше описали руку. То есть, наверное, непонятно рассказал, да, я смотрю, так сказать. Значит, смысл такой, что каждая умная вещь, она выполняет какую-то определенную функцию. И она может принимать команду, может отправлять. Если она не знает, кто там выше ее, она просто отправляет. У меня, например, такой-то, ну, такая-то высота до пола. И все. Отправляет, отправляет. А кто-то там ловит это сообщение. И говорит, нет, ты должна быть выше. И отправляет команду, стань выше. Она тупо встает выше. Она только принимает и отправит. Все, больше ничего не делает. А управляет тем более серьезной системой, которая, вот, мозг. В чем часть этих функций, он может делегировать в более, в каком-то более производительном процессе. Например, есть робот, который за него едет и занимается оптической обработкой информацией. То есть, он едет, фиксирует то, что есть, и едет и едет. Но, он может повернуться на кочке. Правильно? И у него информация, то, что было раньше, вот такая, стала такой. И он не понимает, где он находился. Значит, должна быть инерционная система с углами, которая, как бы, тоже должна повернуть эту камеру. То есть, или транспортировать ее обратно. Потому что он понял, что это изображение мое. И я здесь уже был. То есть, таким образом, можно строить, буквально там, скажем так, от маленьких микропроцессоров до очень мощных вычислительных систем. Это все может быть охватено в одно целом. Вот об этом я хотел с вами поговорить и сказать. Значит, если вот вы видели первый стенд, там, ну, к сожалению, мы не все выставили. Там 3D-сканер не успели сделать, не успели сделать тестер, не успели сделать осциллограф. Но вот принтер, как бы он там стоит, это та же самая умная вещь, совершенно тупая. Которая понимает только двух карманов. Там есть 3 мотора, X, Y, Z, условно говоря. И есть то, что, вот, ну, мотор, который там подает эту пластмассочку. Команда ей дает большая информационная система, программа. Двигайся сюда, двигайся сюда, двигайся сюда, выдали. Все. И если вы посмотрите, там все, я не дам. Там уже 3-я бруса, там 5 моторов. Что-что? 3-я бруса, там 5 моторов. Не слышал. 3-я бруса, 5 моторов. Ну, там просто 2 мотора работают. Ну, 3-я бруса, я понимаю. Там 2 мотора работают по Z, 2 мотора. Я условно говорю. Не надо поддираться. Это 1 мотор. Вот. И поэтому, вот, как бы я вам все рассказал, все вот мои выпускники, это выпускники Академии Билгард, которые со мной работают. И я, как бы, не только учу, ну, как бы лекции даю, но и популяризирую. Вот 12-го числа в этой Академии Билгард я буду проводить мастер-класс, в котором хочу показать от идеи за 5 часов, от идеи гумбой вещи до ее реализации пройдет 5 часов. Это будет 3D-модель, кто-то нарисует, мы ее напечатаем. Кто-то разработает электронную схему, напечатаем. Значит, протраиваем, распаяем, запаяем, подключим программное обеспечение, где она заработает, за 5 часов. И я считаю, что это несложно. Как это? Не надо бояться человека с ружьем. Не надо думать, что умные вещи – это что-то сложное. Там сложного ничего нет. Что-то будет простое, понять. Что его можно сделать, и не надо. Ну, и по этому все. Если есть какие-то вопросы, я здорово и сам на них ответить. Так, Василий, давайте выберем потом отец англ. Спасибо. Не забываем меня, Медия Андреевна. Слушаю вас. Или все так понятно? Да. Сколько у нас еще и вакуровок? Нет, сапожник без сапожника. Они все в лаборатории. Это истина, понимаете? То есть, когда я что-то делаю, приходят дать ум. То есть, не остается. Да? Как вы думаете, когда будет реализация этих вещей? Реализация? Реализация. Тогда у каждого. А, популяризация. Значит, есть сайт. Я думаю, на этом сайте. Регим.Пай. Там, значит, тут вся наша команда. И там будет популяризация этих вещей. Я думаю, что в сторону времени. Понимаете как? Купить, вы поймите, что купить осциллограф за 200 долларов, не кажется, может. И если ему не надо, что он с ним будет делать, это такой ящик. А купить за 10 долларов, и посмотреть, включить дома, получается, это надо всем. Поэтому я думаю, что, ну, в ближайшие полгода, вот где-то 5-6 умных вещей, они именно вот в рамках построения и автоматизации, они появятся. качество там пропускания, вот этого слова, все зависит от процесса. Если вы поставите СТФ какой-нибудь, который там 70 МГц, то есть, скажем, теорема котельника, значит, 36 МГц будет. Если мы поставим туда ПЛИС прошитый, как сейчас делают, там будет 2 канала по 100 МГц. Нет, потому что, нет, потому что это вы думаете, что я буду по USB. А я считаю, что есть более высокоскоростные каналы, которые позволят это дело сделать. Bluetooth, Wi-Fi. Совершенно верно. Bluetooth, состояние плохое Wi-Fi. Wi-Fi, если на культуре, если на культуре, если на культуре. Все зависит от типа. Я не хочу делать 2 Гц, я хочу сделать вот наше аудитория, которое, ну, я думаю, что 40 МГц вполне будет достаточно. Дальше, конечно, надо. Еще вопросы? Неужели все понятно? Когда вы собираетесь обещать, что вы используете? Что-что? Когда вы сказали, что вы используете, когда обещать, что вы используете. Создать устройство? Я думаю, что, ну, скажем так, мы хотели к этой выставке уже сделать первое в тестер. То есть вставляете, и на телефоне вы видите, да? Но я думаю, что, ну, через полгода их 3-4 точно должно быть. Более того, они будут даже, знаете, вот меня всегда волнует, я сам, ну, как, не то чтобы дачник, но где-то сухое было, да? И меня вот это вот парамекетом, когда там нужно, там, срываться среди, там, недели, лететь, там, что-то поливать, да? Меня это просто, ну, как... Поэтому я хочу сделать вот такое же устройство, которое включило, там, полив, ты теперь покапала, и что? Вы пришли с телефоном, набрали, когда нужно, там, понятие? А! В субботу-воскресенье можно поливать, значит, важно, что... Ах, еще и вода есть. Вот, когда нету субботы-воскресенья, есть еще напор вода. Приезжаешь, его нету, полить нельзя. Поэтому я, как бы, вот хочу, ну, как бы, не только себя, но, может, и других, как водородить, чтобы не надо было лететь. Делали устройство, ну, не в рамках умной, вот умных вещей, концепция, а по разморозке коттеджа. Вот, когда было зимнее, и у меня просто оборвались замки, я им просто рассказал, как, я не хватал, я рассказал, как нужно делать, вставлять все. И им приходила смс-точка, слушай, подойди, затопил. Ну, это проще заплатить так 50 долларов, чем трубы размораживали. Это тоже умное устройство. Так, еще. Вот. Что? Я вообще насчет полной, очень большой или очень медленной не отвечаю. Я не знаю, что такое полная автоматизация. Я не знаю, что такое очень дорогой, очень дешевый. Есть ли какие-то критерии? Можно ли автоматизировать? Я не могу ответить на это. Когда будет восстание машины? Что? Когда будет восстание машины? Ну, может, сейчас полная автоматизация, но смартфиль. Нет, дело в том, что вы должны понимать, что все-таки, какая бы умная вещь не была, мы все-таки, если мы... в том, что они обращают. Ну, знаете как, есть хороший ответ, когда есть у кого-то спросили, что там будет, там, третья первая война, да? Я не знаю, чем будет воевать. А я знаю, что четвертую будет клубки стрелы. Поэтому, ну, вопрос философский. Еще вопрос. Вопрос обожает команду. Что-что? Кому подарок. Я не знаю. Вот давайте мальчиком. Вот мальчик, он очень нас любимый. Вот давайте его подарок. АПЛОДИСМЕНТЫ